Давайте мы скажем, мне кажется, это совершенно обязательно скажем, что мы посвящаем наши духовные усилия благополучию и победе наших воинов и выздоровлению раненых, возвращению пленных. Всегда упоминаю Люба Бат Михаэль, свою жену, которая ушла из жизни два года назад, неустанный борец за землю Израиля, за ее целостность, за Алию из бывшего Советского Союза и за глубокое понимание Торы. Очень хочется соотнестись с последними событиями, но я думаю, что все сами следят, у всех есть свое мнение определенное, но хотелось бы, конечно, сказать, что сегодня великий день, вот так вот уничтожить главаря Хамаса, я думаю, что это достойно радости, как иногда очень путают, говорят, «Бен Поля, вейха, аль тисмах, когда падает твой враг, не радуйся». Вот, но ведь в Торе и в Писаниях и в Пророках есть разные посылки, их надо совмещать. «Когда упал твой враг, не радуйся, потому что он может встать еще». Да, вот, не радуйся. Но «Бе обедриша имрина», но когда пропадают злодеи, пропадают, не то, что упал, пропадеи, есть песнь, да, песнь. Понятно, что Всевышний, и Давид говорит, что Всевышний ненавидит зло. Те, кто любит Всевышнего, они ненавидят зло, и это понятно. То есть противоположная сторона тому, что должно быть в мире, должно быть добро, должно быть благо Всевышнего. И поэтому мне кажется, что это великий день. Если бы раньше была Магилат Таанит, был список постов, так сказать, книга постов, свиток постов, да, которые во времена Хашманаев стали составлять. Но там были не только посты, там были и праздничные события, да, Дни Побед, Хашманаев, все отмечены в этом свитке. Вот надо было бы разыскать этот свиток и его продолжить, и заносить туда победы Израиля и достоинства еврейского народа. Я думаю, это было бы очень-очень правильно. Так что еще раз давайте пожелаем нашим воинов и успеха, и благополучия. Вот, и вернемся к нашей непростой теме Мишле и притче царя Шламо. Вот, и я вам напомню, что часто говорят, что царь Шламо говорил, что он не понимает закон о красной корове. Вот, и еще раз хочется сказать, и сразу начинают говорить, что мы не понимаем закон о красной корове. Ну, а тут же хочется спросить, а все остальное мы понимаем. Мишле и царя Шламо мы понимаем. Мы попробовали понять. Это сложнейшая вещь, сложнейшее, так сказать, произведение по вдохновению свыше, по настоящему вдохновению свыше, божественным духом. Его не так-то просто, понятия мы с вами убедились в этом, я думаю, в очередной раз, в прошлый раз, когда говорили «Быхоль драхека де эгу» – «на всех твоих путях знай его». Да, вот давайте мы от этого сейчас оттолкнемся и пойдем дальше. Дальше я поднимаю текст, который я для вас приготовил. Так, вот. «И на всех путях твоих познай волю его». Перед тобой лежит много путей, у тебя есть выбор. Ты выбираешь свой путь, который близок тебе, по сердцу, искренне. Ну, а как мы говорили, раб говорит в Гемаре Рахма, Акадж Бару Гулиба Баю, Всевышний требует сердца, Всевышний требует от человека искренности. Иди тем путем, который ты считаешь правильным, нужным, который близок твоему сердцу. Но что? Старайся понять волю Всевышнего. И он выпрямит стези твои. И он твой путь сделает прямым, ведущим к цели. Прямым, ведущим к цели, к раскрытию добра, блага во всем мире. И мы с вами говорили, что это предполагает и то, что человек иногда даже спорит со Всевышним. Он выбирает свой путь. И если это искренне, Всевышний выпрямляет его путь, как бы соглашается с ним и выводит его на тот путь, который ведет к цели, к раскрытию блага. Мы с вами приводили несколько примеров. Давайте возьмем еще один очень яркий пример, о котором я подумал уже позже. В книге «Дворим» в главе «Шуфтим» говорится, рассказывается о том, как Маше, рассказывается о событиях уже практически 40-летней давности, почти 40-летней давности сыновья Израиля стоят около Ярдана, готовые перечить через Ярден, и Маше обращается к ним с поучением и записывает книгу «Дворим». И вот здесь вспоминаются события 40-летней давности, как он разбил скрижали, когда спускался с горы Синай, и увидел, что внизу сделали золотого тельца. И вот текст «Дворим» говорит в главе «Шуфтим» – «Ашер Шаварта, ты разбил эти скрижали, и Медраж раба над «Дворим» говорит – «Ешер Кухахаши Шаварта» правильно сделал, что разбил». Маше никто не говорил разбивать скрижали. Он не знал, как Всевышний отреагирует на это. Взять божественные скрижали, которые сделаны чудом, на которых написано перстом Всевышнего чудом, даны они всему народу, спасение всего мира, и взять их и разбить. И Всевышний соглашается с ним. Ты не знал мою волю, ты не знал, что я скажу, правильно сделал, что разбил. Мы понимаем с вами, что за этим стоит очень глубокая идея, что когда люди не готовы, а сыновья Израиля все, и прежде всего Ириф Рав, те, кто вышли с ними из Египта, но и сыновья Израиля, так сказать, стерпев этого золотого тельца, они показали, что они не готовы принять такую Тору, которая дана прямо с небес. Камни, которые сотворены чудом, письмена, которые написаны перстом Всевышнего, они должны были произвести сами по себе скрижали, должны были произвести невероятное воздействие на душу людей. Говорится, что тот, кто увидел бы первые скрижали, он никогда бы уже не забыл Тору, что буквы на скрижалях стояли чудом, те буквы, которые были прорезаны насквозь и держались чудом. То есть какое-то огромное воздействие должны были эти скрижали произвести на сыновей Израиля. И что? Маша понял, что великую вещь нельзя дать людям, которые не готовы. Так же, как, скажем, тайны Торы великие, нельзя рассказывать людям, которые не готовы их понять. Они поймут, поймут по-своему. Мы с вами взор встречали, что Раби Шимон Варью Хайга плачет и говорит, как же я скажу об этом. Если я не скажу, то мои товарищи упустят этот момент великий. Если я скажу, то грешники узнают, как служить Всевышнему. То есть они в своей голове все извратят, получат колоссальную силу от этих знаний, извратят их, и как бы будут служить Всевышнему. И то же самое со скрижалями. Люди не поймут этот свет огромный, они его как бы преломят и направят совершенно ни туда, ни в то русло. Поймут не так. Маше разбивает скрижали Всевышнему, говорит, правильно сделал, что разбил, он не знал заранее. На всех твоих путях знай его, постарайся понять его волю. Как это можно сделать? Искренностью, искренностью сердца, направленностью только на служение Всевышнему, только на благо, на то, чтобы сделать правильно. Никаких своих мыслей, никаких личных устремлений. И это то, что позволит тебе сделать то, что выполнить желание Всевышнего, даже когда ты его не знаешь. Это как бы, на мой взгляд, какая-то совершенно величайшая посылка на всех путях твоих, на путях, которых ты выбираешь. Знай волю Всевышнего. Ты выбираешь путь, который близок тебе по сердцу, если ты искренен, то ты поступишь по воле Всевышнего. Или он как бы согласится с тобой и направит твое действие так, чтобы из него были те результаты, которые приводят к цели, приводят к благу. Не будь, не будь мудрецом в собственных глазах, испытывай трепет перед Богом. И я здесь пометил для себя после. Здесь тоже какая-то колоссальная, совершенная идея. Что значит, не будь мудрецом в собственных глазах? Мы говорили только что, надейся на Бога всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Не полагайся на разум твой. И мы говорили, что это не значит, что разум человека отменяется, но когда ты составляешь планы, когда ты составляешь планы, когда ты собираешься действовать, молись, чтобы твои планы были удачными и чтобы они привели к желаемому результату, опять же, к добру, к развитию, к, так сказать, прогрессу еврейского народа или человека конкретного, ты составляешь планы. Не думай, что ты все придумал хорошо и замечательно, надейся на Бога. Молись, спрашивай себя, то же самое спрашивай себя, какова воля Всевышнего? И молись, чтобы планы твои притворились в жизнь, потому что понятно, что человек не может все предусмотреть. Есть масса случайностей, обстоятельств, и если Всевышний не согласен с тобой, не согласен с твоими планами, то они не будут удачными. Молись, чтобы они были удачными, и чтобы Всевышний подсказал тебе, как нужно правильно действовать. ты составил план и молись, а вдруг придет тебе идея, свыше, Всевышний поможет, скажет тебе поправить, и что изменить? Нет, не действуй по своему плану, то, что ты составил, но молись Всевышнему, зная, что все зависит от Всевышнего. «Надейся на Бога всем сердцем, не полагайся на разум твой». Полагайся на разум, но при том условии, что ты надеешься на Бога, что Он тебе поможет во всем и подскажет правильное решение, если это будет нужно. Теперь, для чего я это говорю, для чего я это напоминаю? Чтобы нам понять эту фразу, «Не будь мудрецом в собственных глазах». О чем это говорится? Это говорится потом! Потом! После того, как ты сделал, после того, как план твой оказался удачным, он притворился в жизнь. Не забудь о том, что помог тебе Всевышний. Не забудь отблагодарить Его, сказать Ему спасибо, что ты помог, что ты мне подсказал и помог притворить план в жизнь. И потому что очень легко попасться на такую удочку, что вот праведный человек, он все начинает хорошо и правильно, с молитвой ко Всевышнему, он делает что-то. Потом ему вдруг кажется, забывает на секунду, забывает о Всевышнем, и ему кажется, что он такой мудрый, что он так хорошо составил планы, что он такой удачливый и везучий. Не будь мудрцом в сосны глазах, не забывай, не забывай. После удачи не забывай отблагодарить Всевышнего. У нас есть благословение на Тору, которое мы произносим до изучения Торы, и мы говорим, что Бог дает Тору, что мы предлагаем все усилия, что мы стараемся понять божественные слова, записанные в Торе, но он дает Тору, потому что, если он не даст нам мысль правильную, не поможет нам, ничего не получится. Это наше благословение до изучения Торы. Это очень важно. Я сейчас не буду вдаваться во все подробности, почему это важно. Но есть благословение и после Торы. Благословение Всевышний, который дает нам Тору истинную, мы говорим, после изучения Торы, и до, и после. Это то же самое. Ты хочешь понять что-то в Торе, проси у Всевышнего, не полагайся на то, что ты такой умный, и ты все сам поймешь, проси помощи свыше. Ты что-то выучил, вспомнил, пожалуйста, кричи, Эврика, нашел, радуйся, но тут же не забудь поблагодарить Всевышнего за то, что Он открыл тебе глаза, и ни в коем случае не упади в такое состояние, когда тебе кажется, что ты сам такой умный, и ты все сам хорошо понял. Я вам расскажу то, что я слышал от своего учителя Робиньомина Костенсона «Светлой памяти», у которого я учился, учил в основном учил в основном гемару, но многое мы с ним разбирали. Был очень интересный человек, который еще в царское время учился в Ешивах, как говорили старики, в мирное время, до революции, до 1917 года у них называлось мирное время. И вот мне он рассказывал, объяснял главу Бехаей-Сара, и он мне говорил, что почему написано «Боево Авраам пришел Авраам быть в трауре и плакать о ней». Он говорит, что сначала не плачь, потом не трауре. Зачем это перестал? Ну, понятно, что сначала плачь, сильное, резкое чувство плачь, потом не трауре. Зачем перестал? У нас сказано, что быть в трауре, а потом плакать. Он говорит, что Авраам сделал великое дело. Он положил Ицхака на жертвенник. Почему и как? Это отдельное как бы нужно рассмотрение этого вопроса. Ну, сейчас примем как событие, как должное, как бы взял, положил Ицхака на жертвенник. Мы знаем, что Сара умерла в тот момент, когда ей открылось, что Авраам пошел на гору Мория, положил Ицхака и уже снял Ицхака с жертвенника. Сара не выдержала. Весь этот момент великий тоже требует обсуждения. Очень бы хотелось, но не сейчас. И она умерла. И вот приходит Авраам. И как бы, да, и Медраж говорит о том, что Сатан пытался преградить ему путь на гору Мория. Сатан – это всегда наши же сомнения, наша неуверенность в себе, и Авраам был неуверен в том, что он делает, то, что он правильно поступает. Это не так, как часто говорят, Авраам поверил, и он пошел, да, ничего подобного. У Авраам было много сомнений, об этом говорит Медраж. И как бы Сатан хотел ему преградить путь, и Авраам преодолел все эти сомнения. Теперь у Сатана как бы, как образ, мы знаем, что это ангел, который в руках Всевышнего, но вот как образ, скажем, можно сказать, что у него есть задача, задача поставить препятствие перед праведником. ему не удалось поставить это препятствие, когда Авраам шел для того, чтобы положить Исхака на жертву, принести его в жертву, как он думал, да, вот, теперь, после этого, он совершил великое дело, теперь, сейчас он придет в Хеврон, он найдет, он знает, что Сара умерла, и он пожалеет, пожалеет о том, что, что он сделал, что из-за его поступка умерла Сара, если это произойдет, все пропало, задним числом рухнуло, рухнуло его великое дело, потому что есть шуба, как бы, от плохого дела, и шуба разрушает последствия плохого дела, если не само его уничтожает, то его последствия, оно разрушает, разрушает те, как бы, нежелательные связи, которые возникают из-за этого плохого дела, разрушает это все от шуба, раскаяния, да, раскаяние в хорошем деле разрушит результаты хорошего дела, аннулирует его последствия в мире, об этом говорит Ихискель, пророк Ихискель, подробно постарался расписать в том комментарии, который мы составили вместе с женой, 10 лет работали комментарием к Ихискелю, вот, и там есть подробно этот момент описывается через его пророчество, но дело сейчас не в этом, а дело в том, что можно пожалеть, да, можно пожалеть о том хорошем, что ты сделал по тем или иным причинам, получилось так-то и так-то, да, в общем-то, конечно, правильно, но не надо было, да, Авраам уходит от этого, и Тора свидетельствует о нем, да, что он плач о Саре отодвинул на второе место, да, чтобы никто не думал, что он жалеет, да, он не пожалел, и чтобы никто не думал, что он жалеет о том, что он сделал, плач поставлен на второе место, рэбби Немин Констанцион, великий человек, простой, простой еврей, великий человек, вот, и вот мы тогда можем с вами понять, не мутен лицом в собственных глазах, испытывает трепет перед Богом, зачем, говорится, уже сто раз было, что он нам сказал, царь Шламо, трепет, трепет, начало мудрости и так далее, еще зачем он говорит, после, после своего великого дела, после своей удачи, не думай, что ты сделал это, не позволь себе, да, не позволь себе разрушить это дело, да, хорошее дело, которое сделано как бы тобой вместе с Богом, да, ты забудешь, ты забудешь, тебе покажешь, что ты мудрец в собственных глазах, царь Шламо предупреждает, и после своего подвига великого, духовного, да, испытывает трепет перед Богом, не забывай об этом, да, не поставь себя на первое место, да, и удаляйся от зла, да, вот, но это как бы, я бы сказал, само собой понятно, да, что удаляйся от зла, от какого зла, считать себя, скажем, героем, самым умным и так далее, да, это приведет, упаси Бог, это приведет ко слуху, вот, и это то, что, то, что хотелось бы, то, что хотелось бы дополнить, да, можно проиллюстрировать, я постараюсь сделать это коротко, да, проиллюстрировать, что значит, не быть мудрецом, что значит не полагаться, не надеяться на Бога всем сердцем и не полагаться на разум свой, давайте мы попробуем проиллюстрировать это из книги, из книги Яшуа. Мы помним с вами, что после того, как обрушились стены Ерехо, Яшуа, ему подсказывают люди вокруг него, Яшуа решает захватить Ай, соседний город, недалеко от Ерехо, малыми силами, он посылает туда отряд, и в результате погибают 36 человек, да, вот, мы не будем вдаваться во все подробности, да, и когда, скажем, да, исправлена ситуация, найден тот человек, который, как бы, основная причина вот такой неудачи, это Ахан, который взял из добычи Ерехо, присвоил себе, все это хорошо помнят, да, я хочу напомнить, что после этого Всевышний, как пророчество, дает Яшуа план сражения, план сражения за города Ай, как бы второго сражения, да, реванша такого, да, и туда выходит весь народ, и уже не относится приближительно к тому, что это малый город, и Всевышний дает подробный план сражения, да, вот город Ай, значит, окружи его, демонстративно, выведи все силы, поставь засаду, да, под этот шум, топание всех, всех отрядов, поставь засаду, которая подойдет тайно, городу Ая, а потом начни, потом начни наступать на город Ай, как будто, как в первый раз, да, прямо в лоб все отряды идут, и обратись в бегство, и пусть, когда основной отряд побежит, все остальные отряды тоже пусть бегут, да, как бы, как бы, испугавшись врага, и когда ты заманишь врага в такой котел, да, пусть отряд, который, засада, который стоит за городом Ай, пусть подожжет горы Таи, ворвется ворот и подожжет горы Таи, а в это время все отряды обратятся назад, как бы, да, замкнут врага в котле и исполняют заповедь, которая дана Аль-Тихае Конни Шама, не уставляя в живых ни одной, ни одной души, то, что Иоашуа и, то, что Иоашуа и сделал, да, зачем Всевышний это делает, что это за пророчество, подробный план сражения, да, Иоашуа, как бы, да, ну, грубо говоря, хотел воевать собственными силами, а он считал, что это правильно, что не нужно полагаться на чудо, воевать собственными силами, да, Всевышний ему, как бы, показывает, да, собственными силами не получается, да, ты посылаешь маленький отряд, а будет ли с ним Всевышний с этим маленьким отрядом, да, нет, ты не спросил Всевышнего, да, и потерпели поражение, потому что Всевышний не идет с маленьким отрядом, он идет только со всем народом, да, потерпели поражение, Теперь исправить. Как исправить? Исправить – дать тебе сделать то, что ты хотел, воевать собственными силами, но по плану Всевышнего, для того, чтобы ты понял, что собственными силами это тоже со Всевышним. Это тоже ты составил план, тебе надо было составить план и обратиться ко Всевышнему за помощью, чтобы этот план был успешен. Нет, ты не сделал это, ты поторопился, не будь мудрецом в своих глазах. Это относится и к Яшуа, великому праведнику, может быть, по-другому, чем к людям в обычных ситуациях, но это относится и к нему. И вот Всевышний его научил. Что значит не будь мудрецом в своих глазах? Больше, скажем, подходит… Сейчас я посмотрю текст, чтобы не запутаться. «Надейся на Бога всем сердцем и не полагайся на разум твой». Яшуа положился на разум, сам послал отряд, и Всевышний ему показал, как должно быть. Все планы, они от Всевышнего, от Бога. От Бога. И как бы, если даже они так сказать, как бы от человека, нужно просить, чтобы Всевышний поставил под ними печать. И вот я тебе даю план. План замечательный. Но всегда могут быть неожиданности, всегда может что-то произойти. Но ты идешь с Богом, план будет удачным. И здесь есть очень тоже интересный момент. Всевышний велит Яшуа поднять кидон, как это сказать, дротик в современном языке, небольшое копье. Когда идет сражение, он поднимает небольшое копье и уже не опускает свою руку до конца сражения. Зачем это нужно? Человек не может держать руку на протяжении часов или даже часа. Мы помним, что руки Маше ослабевали, и потребовались люди, которые их поддерживали. Здесь он держит копье, и оно не опускается, и он может держать его. Зачем? Чтобы все видели, что то, что происходит, происходит не силой и талантом полководца, или да, не силой и талантом полководца, но при полной поддержке Всевышнего. И вот у нас иллюстрация из Торы, что значит, не полагайся на Всевышнего и не полагайся на свой разум Всевышний научил. Есть план. Вот он дал этот план. Этот план мог составить сам Яшу, и в следующий раз, может быть, и составит этот план. Но молись, проси, чтобы план был удачным. А когда будет удачным, благодари Всевышнего, не будь мудрецом в своих глазах, не говори, что я это так все сделал замечательно, у меня все получилось, потому что я мудрый и удачливый. Мне кажется, что это великий урок, великие слова. И дальше царь Шламо, напоминаю, что мы в третьей главе, царь Шламо говорит, чти Бога о достоянии твоего, от первых плодов твоих земных произведений. Ну, в скобках тут это мои пометки, чтобы не забыть сказать вам. Причем здесь сейчас первые плоды, которые нужно приносить в храм? Причем здесь десятая часть, которую нужно отделять в пользу левитов? А левиты уже от нее отделяют десятую часть. Причем здесь это? Это напоминание человеку, что не только мудрость приходит свыше. Все, что у него есть, все благословение, все плоды земли – это, безусловно, это результат его труда, иногда самоотверженного труда, труда земледельца. Но ни в какой ситуации человек не имеет права забывать, что все, что есть, все, что вырастает из земли – это результат его труда, так сказать, с помощью Бога, с его благословения. Без благословения Бога ничего бы не было для того, чтобы не забыть об этом, отделяй от урожая труму десятую часть и все, что положено. То есть, как бы здесь шламо проводит параллель между духовным миром, скажем, мудростью, планами человека и то, что у человека есть в материальном мире. И то, и другое приходит свыше, и об этом нельзя забывать. И наполнятся житницы твои. Почему они наполнятся? Не потому что, как можно подумать, да, ты дал Всевышнему выкуп, да, купил у него благословение Расположено. Нет, потому что ты помнишь о благословении Всевышнего, что все есть благословение Всевышнего, Значит, ты можешь принять благословение Всевышнего. Тот, кто не помнит благословение, он не может воспринять его. Можешь воспринять, будет благословение. Всевышний будет давать тебе благословение, раз ты помнишь, что во всем есть как бы его доля. Естественно, не его доля, а как бы его благословение. Но если ты помнишь, что как бы его начало всех сил – это от Всевышнего, ты будешь получать благословение. И тут же царь Шламо говорит, казалось бы, тоже посылку совершенно не связанную, но очень-очень логичную. Наказание Бога, сын мой, не отвергай. Вот это моя пометка, неудачи. Что значит в данном случае наказание Бога? Когда ты составил план, ты молился, все получилось неудачно. Тогда ты, когда ты отделил все части от урожая, а нету такого урожая, который ты ожидал бы, не тяготись наказанием Бога, не тяготись наказанием. В данном случае это неудача. Вот ты сделал все правильно, ты был с Богом, все почему-то постигла тебя неудача. Восприми, прими это, прими это и ищи причины. Где ты покривил сердцем? Где ты не был с Богом? Где ты его не благодарил? Потому что если бы все было нормально в твоем сердце, в твоем поведении, то было бы все нормально. И вот не тяготись обличением его, поучением его. Давайте посмотрим, как на иврите 11 стих у нас. 11-й. Мусар гашембни альтимас. Мусар – поучение Всевышнего. Не пренебрегай им. Пусть оно не будет неприятным для тебя. И не отвергай его поучения. И, скажем, мы на этом можем с вами за оставшееся время, мы можем перейти. Я что-то приготовил еще для вас, но тут, поскольку все бесконечно, то все-таки мы перейдем с вами к четвертой главе. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас осталась вот эта логика связи посылков, предложений. Есть одна посылка, есть другая посылка. Вроде бы человек говорит вещи, которые не связаны друг с другом. Вроде бы это запись его мыслей в разное время. Один раз он сидел там на престоле, сказал одно. Потом на ночь, глядя, он ложится в кровать, рядом с ним сидит песец, и он что-то говорит, и песец записывает. Это совсем не так. Совсем не так. Это вещи, моменты связанные. Один дополняет другой. Иногда один вытекает из другого. Иногда один момент дополняет другой. Мне очень хотелось бы, чтобы у нас остались вот эти связи. И уж ни в коем случае, чтобы мы не относились к тексту, как к закону о красной корове. Ну, если мы закону о красной корове не можем понять, то вообще все, что сказал Шламо, мы не можем понять. Не можем понять только в том случае, если не прикладываем усилий и не просим у Бога понимания. «Слушайте, дети мои, наставление отца». Наставление отца. Мы помним, что мусар от слова «есуим», от слова, скажем, «мучение» или «ограничение». И вот отец говорит, не обязательно он бьет, но он говорит, если сделаешь так-то и так-то, то придешь к тому-то и тому-то, получишь по голове. Не делай так. Это мусар, это наставление отца. Здесь обращение к детям, ко многим. И поскольку у Шламо был один сын, то мы можем здесь легко понять, что это обращение к ученикам, к близким ученикам, которые как бы как дети близки к Шламо, как его дети. «Вы акшивули да адбина» и прислушивайтесь для того, чтобы понять разумение, можно сказать. Здесь легче объяснить, чем подобрать слово, что мы попробуем и сделаем. Бина, как мы с вами говорили, это то, что как бы между, между строк, то, что выводит на уровень понимания через обобщение. Вот ты слышал много, ты слышал одно, ты слышал другое. Постарайся найти, что есть в этом общее. Для этого нужно иногда приподняться на частности, увидеть, что есть в частностях общее, и как бы заглянуть за каждую частность и увидеть куда-то, уйти туда, что между этими частностями, что их отличает и что их объединяет. Все это нужно постараться увидеть, и в этом есть понимание. Отец говорит одно, отец говорит другое. Нужно понять, сделать что-то, прислушайся, прислушайся к тому, что я говорю, и сам пойми, это обобщение, общий вывод. Что мы можем, скажем, обобщение, какое из того, что мы выучили в третьей главе, представить себе, допустим. Может быть, можно обобщить так. Не отрывайся от Всевышнего во всех своих делах. Всегда молись ему, проси у него помощи. Даже выбирая свой путь, собственный по сердцу своему, проси у него помощи. Никогда не отрывайся от Всевышнего ни до того, как ты сделал что-то, ни после того, как ты сделал, после что-то не приписывай успех себе. Может быть, вот это такое обобщение, как пример обобщения, можно было бы представить из третьей главы. Так что слушай наставления отца и предупреждение его, что будет плохо, если сделаешь так-то и так-то, и постарайся сделать общий, прислушайся и постарайся сделать общий вывод. Килэ кахтов на тати лохэм, ибо я дал вам какой-то хороший подарок, Тору мою не оставляйте. Мы повторяем эти слова царя Шламу каждый раз, когда выносят Тору для чтения, когда ее, точнее, этот момент мы повторяем, когда Тору возвращают на место, ле кахтов на тати лохэм. Прежде всего, здесь следует обратить, что подарок, подарок, хороший подарок, назван леках. Леках – это то, что лаках взял. Надо было бы как бы формально, как искусственный интеллект, перевести здесь. «Ибо лекахтов, ибо взял я что-то хорошее, то, что дал вам». Это формально. Но леках по смыслу, как бы по семантике, это подарок. И здесь подчеркивается свойство духовного мира, что в материальном мире, как говорят, что продавец продает, и у него то, что он продал, у него нет. У него есть деньги, но, может быть, ему немного жалко ту вещь или ту буренку. Зачем я буренку тебе продаю? Такая короба нужна самому. Продал уже, жалеет. Или не продал, решил не продавать. Когда человек с чем-то расстается, ему немного жаль. В духовном мире это не так. В духовном мире чем больше даёшь, тем больше получаешь. И это также свойство Торы. Тора не даётся для того, чтобы человек получал блаженство духовное, сидел в медитации. Тора даётся только для всего народа. То, что у тебя есть, та мысль, которая тебе пришла свыше, это для всех. Может быть, ты не должен бежать рассказывать. Может быть, ты должен осмыслить. Может быть, ты должен облечь какие-то слова, как вот царь Шламо облекает в притче. Может быть, ты должен эту мысль обречь в притче. Но в любом случае всё, что у тебя есть, из Торы свыше, это не для тебя. Амашин никогда не получил бы Тору для себя. Он получил её для всего народа и должен был передать всему народу в том или ином виде. И вот это слово лыках, то, что я дал, то, что даётся, это называется словом брать, это подчёркивает свойства Торы. И, конечно, речь идёт не о Всевышнем, а о мудреце, может быть, о Маше, потому что Всевышнему трудно что-либо дать. Хотя, скажем, тоже можно ему дать, что ему можно дать, как бы исполняя своё предназначение, будучи тем, кем, для чего он тебя создан. Ему тоже можно дать какое-то удовлетворение, по крайней мере, как мы представляем себе, что он хочет от нас, чтобы мы воспринимали то, что он даёт. И поэтому говорится, что тот, кто не произносит благословение, он ворует у общества Израиля, он ворует у Всевышнего. Что значит он ворует у Всевышнего? Всевышний хочет дать благо. Но человек, который не понимает, что всё исходит от Всевышнего, что Всевышнего нужно благодарить, он не может воспринять это благо. И как бы он ограничивает этот поток блага, если он не говорит благословения, если он не благодарит Всевышнего. Искренне, естественно. И так что в этом смысле что-то Всевышнему можно дать, по крайней мере, так как мы понимаем, как человек это понимает, как Тора нам объясняет. Дать можно тем, что ты берешь, умеешь взять то, что дает Всевышний. Рабиашлаг это объясняет на примере закона из трактата Кедушин. Но мы при случае, может быть, как-то остановимся на этом. Пока давайте примем как истину, что человек, когда он берет, он дает Всевышнему. Поэтому, может быть, можно сказать о Всевышнем. Когда хороший подарок я дал вам, и когда я даю подарок, я беру удовлетворение. А человек берет, когда он передает Тору, он берет то, что ему раскрывается еще больше. Он объясняет им какие-то простые вещи, и ему открываются ворота в какие-то сложные вещи, в какие-то сложные понятия. То, что он никогда бы не постиг сам, ему это открывается, и в этом смысле это лэка. Я даю, но я беру. Подарок называется то, что я беру. Я, скажем, много раз говорил о парадоксальности еврейского мышления. Корень этой парадоксальности, он лежит в Торе. Вот здесь мы встречаемся с одним из таких моментов. Подарок называется лэках. То, что берут, подарок называется тем, что ты берешь. Я даю подарок, а он называется я беру. И, скажем, понятно, что это парадоксальный момент. И он в Торе отмечен также. И вот мы здесь видим Усайазо. Я вам дал нечто такое прекрасное, что когда вы это даете, передаете дальше, вы получаете еще больше. Торати альтазову. Тору мою не оставляйте. Не отрывайтесь от нее. Что это за предупреждение? Что подарок – это не то, что ты взял книгу, взял и держишь ее под мышкой. Или иногда открываешь, чтобы почерпнуть оттуда мудрые мысли. Нет, подарок – это постоянно. Постоянно подарок я даю. Я не один раз дал. Я все время даю. А вы не отрывайтесь от того, что я даю. Это как бы самое такое. И можно один раз в день учить Тору. Считается, что тот, кто произнес Шма-Исраэль утром и Шма-Исраэль вечером, он уже исполнил заповедь изучения Торы утром и вечером. И как бы учил Тору целый день, как бы это все хорошо. Но это не самый лучший вариант. Самый лучший вариант – подарок, который дал Всевышний. От него не оставляйте. Постоянно размышляйте о нем, как говорит царь Давид в первом салме. И размышляет о ней, о Торе его днем и ночью. Не отрывается от Тори. Идет ли человек по дороге? Считается, что хорошо думать о Торе. И мудрецы, когда идут по дороге, они разговаривают о Торе. Занят ли человек трудом каким? Если это возможно, то если это не приведет к ошибкам в работе, то можно думать о Торе, когда ты что-то делаешь. Короче, по крайней мере, постарайся не оставлять Тору. Не оставлять Тору. В трактате «Броход» мудрецы говорят, что когда ты оставляешь Тору на мгновение, она тут же улетает от тебя. Ну, скажем, да, будем считать или, скажем, следует считать, что это не то, что ты просто не можешь оторваться от изучения Тора, да, а ты как бы по желанию, да, надоела, займусь чем-то другим, да, вот ты займусь чем-то другим, как говорил один великий ворс, что лучший отдых – это смена занятий, да, вот я займусь чем-то другим. Вот тут, если ты оставляешь Тору, она вот таким образом, что она тебе надоела, да, тогда она улетает. А если ты вынужден, если ты работаешь, да, вот, то ведь мы говорим благословение на изучение Торы один раз утром, да, утром. А потом многие люди идут работать, да, почему? Ну, да, потому что считается, что человек не отрывается от Торы, он хочет быть с Торой, он хочет все свои дела соотносить с Торой, он хочет вспоминать о Торе. Другое дело, что есть труд, и нужно трудиться, да, вот, но он не отрывается от Торы специально, потому что она ему надоела. Это нечто прекрасное. То, что дает вам, тем больше, чем больше вы даете другим, не оставляйте этот подарок, да. Секунду, куда же мы перескочили? Почему у меня убежало окно? Да, да, вот, и еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, кибена и теле лави, я был сыном у отца своего, рах, нежным, скажем, слабым, в Иохиде, единственным, лифней ими, да, сыном у своей матери, да, вот, и они меня учили всему этому, я ребенок нежный, да, вот, все, но тот, кто не учит своего ребенка, не получает его, он по-настоящему не любит его. В Ироне, в Айомарли, итмох дворай лебеха, шмор митсватай витеге, быхае. И отец всегда мне говорил, да, что поучал меня и говорил, пусть итмох дворай лебеха, пусть твое сердце поддерживает мои слова, то есть не отрывайся от моих слов, от моего учения, храни заповеди и живи. Да, и здесь мы чувствуем, что Тора дает жизнь, да, и не только жизнь, как ее продолжение, но во всей ее полноте, да, храни мои заповеди и живи. Тоже очень емкие слова. Вот, и вот мы добрались до очень интересной фразы. Кнехухма, когда ты обретая мудрость, обретай понимание. Кнехухма, альтишках, не забывай, баальтат ми имрейтфи, и не отклоняйся от речений уст моих. И дальше мы возьмем вот эту фразу, потому что она нужна, не будем ничего пропускать, но сейчас мы возьмем вот этот момент. Решит хухма, начало мудрости. Кнехухма, начало мудрости, обретай мудрость. Увы, хольки, не анейхи, и со всеми ее приобретениями мудрости, кне бина, со всеми приобретениями мудрости, приобретай понимание. Первое предупреждение, когда ты обретаешь мудрость, обретай понимание. Ну, мы понимаем с вами, что призыв не останавливается на том, что тебе сказали, на посылках, на каких-то частных примерах, на призыв тут же подумать на то, на чем-то тебе сказали, проникнуть смысл, понять, проникнуть смысл, обобщить, как мы с вами говорили, что никогда не останавливайся только на сведениях, на мудрых словах, всегда постарайся сделать это своим, то есть прийти к глубокому пониманию, пропустить через себя, это ведь тоже бина понимания, пропустить через себя. Что такое человек понял? С другой стороны, мы говорили, что это то, что между и то, что обобщает, можем сказать с вами еще один момент, что такое понимание с другой точки зрения. Когда человек говорит, я понял, когда он нашел в себе то, что ему сказали снаружи, то, что он услышал снаружи, он, вы говорите, самый простой пример, ему говорят, трава. Он говорит, я понимаю, о чем ты говоришь. Почему? Потому что у него есть этот образ травы, опыт этой видения травы, ее свойства у него есть внутри, также и на более сложных уровнях, а иногда у него как бы на подсознании неярко выражено есть у него, и он что-то слышит, и он вдруг понимает. То есть понять – это пропустить через себя тоже, обретая мудрость, обретая понимание, пропускай, обязательно через себя не оставляйся снаружи. И здесь еще одна посылка. Решит хухмак, не хухмак. Начало мудрости, обретай мудрость. Что это такое? Ну, что это такое? Начало мудрости, обретай мудрость. Но нам уже царь Шламон сказал, что начало мудрости, что такое? Ижад Гошем решит хухмак. Трепет перед Всевышним – это начало мудрости. А теперь он говорит, начало мудрости – это приобретая мудрость. О чем он говорит? Он говорит о том, что… Значит, трепет перед Всевышним – это понятно, мы уже обсудили. Это начало мудрости, без этого нет мудрости, без этого мудрость не приведет к добру, а когда она не приведет к добру, она никакая не мудрость совершенно. Какая же это мудрость, если она не приводит к добру? Поэтому без трепета перед Всевышним вообще не о чем говорить. А здесь он говорит, что мудрость… Мудрость, да? Начало мудрости – обрети мудрость. Захоти, так сказать, да? Захоти обрети мудрости. Мудрость дается только тому, кто тому ему желает, страстно желает. Он, в общем-то, я об этом тоже говорю уже, царь Шламон. Поэтому начало мудрости – захоти обрести мудрость. Без этого не будет мудрости. Обрести какую мудрость? Понятно, какую мудрость. Божественную мудрость. Даже во всех делах, скажем, в математике и физике захоти, чтобы эта мудрость была божественной в том смысле, чтобы она вывела на какой-то уровень понимания, понимание Всевышнего в мире, как он устроил мир, и в конечном итоге привела к добру, а не просто как бы повисла в воздухе или завела неизвестно куда. И еще раз он говорит, «Убихольки нянейки, каждый раз, когда ты приобретаешь мудрость, приобрети понимание». Ну, нам проще, чего сейчас сказать, и, может быть, самое правильное, все пропусти через себя. Желай мудрости. И мы знаем, что мудрость не бывает так, чтобы она свыше не поддерживалась, все, что ты услышал, все, что ты прочитал. Нужно понять, когда ты поймешь, когда ты захочешь этой мудрости, и, получив эту мудрость, пропусти через себя. Вот примерно как бы об этом говорит царь Шламо, как можно себе представить. Мне кажется, что вещи гораздо более сложные, чем закон о красной коробе, пепле красной коробе. Я здесь остановлюсь. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить, постараться ответить. Сейчас я убираю шер. Я вижу все ваши квадратики. Кто как себя обозначил. Равзия, добрый вечер. Добрый вечер, да. Спасибо вам за урок большой. Я так рада, что смогла присоединиться. Вы знаете, я сегодня заказала вашу книгу. Если можно, чуть погромче. Чуть погромче. Плохо слышно? А сейчас? Слышно, но плохо. Ну, давайте постараемся. Ну, я постараюсь говорить громко. Равзия, я вот вашу книгу заказала силой своего сердца. И вот она, то, что вы говорите, она созвучна с тем, что вы там пишете. И я хотела у вас спросить, пользуясь случаем. Вот в книге Мишлей 1.7 и в Тиелим 11.10 говорится про мудрость и про трепет. Ну, благовение, можно сказать. Можно ли тогда перевести первую строчку в Берешит 1.1 так? Для трепета создал Творец небо и землю. Перевести? Я плохо слышу, но то, что я понял. То есть слово Берешит связывается со словом трепет. Это в книге Зоар. Это посылка Раби Шимон Бальюхая. Непростая посылка. Слово Берешит связывается с трепетом. Я думаю, что перевести так нельзя, потому что переводить нужно по простому смыслу. Перевод – это передача простого смысла, а не сразу комментария какого-то. Понять, представить, да, конечно, через книгу Зоар можно представить, что со словом Берешит связан трепет в том смысле, что Раби Шимон Бальюхай видит в каждом слове он видит какую-то заповедь, не просто рассказ, а указание на какую-то заповедь, на то, что человек должен сделать, на те качества, которые он должен обрести. И вот слово Берешит в том, что у мира есть начало, и все выходит из одного начала. Он, как бы, говорит, в жизни человека – это трепет перед Богом. Это начало всего. И поэтому то, что все выходит из одного начала, из единого начала, указывает на то, что в жизни человека трепет должен быть на главном, на первом месте. Ну, вот как-то так. Но перевести, мне кажется, что это было бы неправильно так переводить. Ну, просто Берешит еще говорят, что это для Торы и для Израиля, потому что назван начаток. Правильно, правильно. Все можно сказать, и это говорит Раши. И он, и Раши говорит, что это драж, да, драж, то есть объяснение, да, объяснение. Он говорит, что очень трудно здесь понять простой смысл, что такое Берешит, что такое вначале. Давайте я вам скажу драж, да, вот ради Израиля. То есть в этом слове есть намеки, понимаете, это, скажем, ну, как бы простое правило в изучении Торы. Есть простой смысл, я должен прочитать, я должен понять простой смысл. Потом я могу искать уже намек, на что это намекает. Берешит, Барай, Лукимед, Шамай, Медаарец, в начале Всевышний сотворил небо и землю. Я не могу это пропустить, простой смысл. Простой смысл, что есть Бог, который сотворил все, что в самом начале Он сотворил небо и землю. Это простой смысл. Куда я его дену? Зачем я его выброшу? Зачем я буду сразу переходить к дражу и говорить, что ради Израиля Он сотворил мир? Я не имею права сделать. Я должен прочесть простой смысл, что есть Бог, который сотворил небо и землю. После этого я могу сказать, да, здесь вот есть намек, я здесь могу увидеть то-то или то-то, понимаете? Простой смысл нельзя отбросить. А, я поняла, я некорректно задала вопрос. Это все, как бы, мне кажется, совершенно излишние попытки переводить, не переводить, привлекая сюда сот, тайный смысл Торы. Совершенно все это излишне, совершенно нужно перевести простой смысл. Простой смысл – есть Бог, который сотворил мир. Вы этот простой смысл никуда не можете деться. И не нужно его девать никуда. Спасибо, родственник. Понимаете, как это говорят, что это сад Всевышнего, скажем, да, это пардес, пшат, ремеш, дас и сот. Простой смысл, намек, да, развернутый комментарий и тайна. Все начинается с простого смысла. Без простого смысла нет ничего. Равзеев, можно еще добавить, когда мы переходим от хохми к бине, что это подразумевает реализацию хохмы. В этом тоже есть аспект, именно как реализация, как некое действие, которое мы должны осуществить. Я очень хорошо понял, да, и прекрасно, что мы с вами думаем над этими вопросами. Я бы сказал, я бы сказал, что начало реализации – это даат, да. Это мудрость, как бы, ну, грубо говоря, это не совсем так, но, грубо говоря, мудрость – это набор сведений, которые тоже нужно понять, как бы, да, то есть мудрость без понимания, она вообще неотделима, да, вот, но ты получил этот набор сведений, ты что-то понял, теперь тебе говорят – пойми глубоко, сделай обобщение, пропусти через себя, через свой опыт. Здесь начинается бина, да, то есть мудрость – это набор сведений, грубо говоря, да, а бина – это понимание этих сведений, обобщить и пропустить через себя. Практическое применение начинается с даат, с осознания, да, с понимания, как это сделать, как то, что я понял, как это осуществить в жизни, да, вот. Поэтому говорят, что, говорят, что пальцы человека, они соответствуют, соответствуют даат, да, то есть тут начинает мудрость, как бы, через пальцы мудрость начинает входить в жизнь, да, вот ты что-то понял, ты понял цель, ты примерно понимаешь, как этой цели достичь, и вот это начинает входить в жизнь через пальцы, да, через свои действия, Поэтому пальцы сравнивают с дат. Я бы сказал, как даже на русский трудно перевести. Есть понимание, а есть осознание. Я понял, да. Спасибо. Окей. Равзеев, извиняюсь, конечно, я понимаю, что поздно. За что вы извиняетесь, скажем? В общем, в связи с сегодняшними событиями, я спросила мудрого Рава утром, что нужно говорить, когда услышала такую новость. И он мне привел из Мишлей именно, что Авуд... А вот мы про эту фразу будем говорить, потому что... Я упомянул ее тоже. Авудриша им, рина. Я упомянул, может быть, я в пылу сказал, что это истейлим. Это я прошу прощения. Это бывает, когда много говоришь. Авудриша им, рина, он совершенно прав. Когда пропадают злодеи, нужно петь. Может быть, не в пол... Рина это как бы такой напев, да, иногда может быть тихий. Может быть, не надо радоваться в полный голос. Но чтобы не радоваться вообще, это вы меня извините. Так что он прав, совершенно прав. Прав, совершенно прав. Это нормальная реакция. Да, абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Это правильно. И вообще, это же от сердца. Ну как? Ну что же это злодейство? Оно как бы... Оно же против Всевышнего. Оно скрывает его присутствие в мире. Пропало. И слава Богу. Здорово. Еще он сказал, что сегодняшняя песня, ну вот то, что Львим пели, да, сегодняшняя, она как раз тоже подходит к этому случаю. Да, 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 да. Слава Богу, что есть раввины, которые думают в таком плане, ищут намеки, совпадения, да, потому что... Но это злодейство нам совершенно не нужно. Совершенно не нужно. И когда есть намеки, что это не случайно, и все, что это от Всевышнего, это прекрасно. Здорово. Спасибо большое. Хорошо. Ладно. Тогда мы закроем с вами форум. Я надеюсь, что у всех есть моя почта, можете писать вопросы, можно через форум Лилмод писать вопросы. Спасибо большое. Я уже жду следующей встречи с вами. Что у нас там получается, мы еще до 9-го ауа встречаемся. Правильно? Успеваем. Спасибо. Окей. Ну хорошо, на этом заканчиваем, правильно? Да, мы закончили. Спасибо большое. Вам спасибо огромное. Надо еще раз прослушать. Спасибо. Я Шаркова. Я Шаркова. Все, все, все. Пока. Все. Натан, спасибо. Пока, пока, пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok